Меня интересует, конечный результат. Если решили с Бузунова ограждение менять, вы все видите, что его делают. Если решили велодорожки сделать, мы сделали. Если решили с Балышем засветить Пионерский проспект, поедете ночью, все горит. Есть такое? Требования абсолютно ко всем присутствующим. Впереди высокий сезон. Юрий Поляков напомнил о поручении расширить подъезд к железнодорожному вокзалу и организовать стоянку. Именно там гости получают первые впечатления о курорте. Параллельно идет борьба за внешний вид города. 21 протокол о незаконном размещении уличной рекламы в ближайшее время рассмотрит межведомственная комиссия. Штрафовать надо. Люди предупреждения не понимают. Какой смысл? Мы их предупреждаем, они продолжают заниматься тем же самым. Поэтому только штрафы. На первый раз штраф 15 тысяч рублей. При повторном нарушении уже 100 тысяч рублей. По словам главы города-курорта, это должно стать практикой. В частности, для борьбы с несанкционированной торговлей. Он поручил уже сегодня взять под контроль потенциально проблемные места. Любое незаконное действие наносит вред экономике города, а деньги сегодня необходимы, как никогда. Существует бюджет. Существуют определенные деньги. Вы же не можете булку хлеба купить за 5 рублей. Не можете. Вы купите ровно столько, сколько она стоит. 20 рублей, например. Поэтому и здесь все то же самое. Работы ведутся. Что-то делаем. Планомерно. В ближайшее время начнется строительство офиса врача общей практики в хуторе Чикон. Прошел конкурс на реконструкцию детского сада номер 2 в Анапе. В новом детском саду Лазурный на одноименной улице идут отделочные работы. В детском саду номер 31 появится дополнительный корпус на 56 мест. А в школе номер 6 возведут пристрой на 400 мест. Из краевого бюджета на эти цели поступит более 270 миллионов рублей двумя траншами. В этом и следующем году. Пришел протокол. Нам доводятся уже действительно реальные суммы. Они сейчас зайдут к нам в муниципалитет. И после этого мы уже сможем завести их в бюджет нашего муниципального образования и выходить на торги. Юрий Поляков вновь потребовал от подчиненных не давать пустых обещаний, отвечая на вопросы жителей. Если вы пишете, что мы включили в вас план 2018 года, ну давайте тогда вы в 2018 обязаны это сделать. Не знаю как. То есть у себя на стенке вешаете там все эти вопросы там или всю стенку исписываете там, что вам надо сделать. И это должно быть выполнено. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.